Китай признал дефектным советский варяг. Китай признал недостатки своего первого авианосца Ляонинг, модернизированный после приобретения у Украины советский варяг, часть из которых имеет врожденное происхождение, сообщает Асиатимис. Издание ссылается на репортаж государственной телекомпании, в котором летчик-испытатель рассказывает, в частности, об особенностях посадки истребителя третьего поколения с Хиньянг-Жи-15, созданной основе купленного у Украины прототипа Су-33 на Ляонинг. По словам пилота, для посадки на Ляонинг самолету Ж-15 необходимо сбросить вес, оружие и топливо. При этом, отмечает летчик, запуск истребителя проходит намного проще, чем посадка, поскольку изначальный варяг имел урезанную взлетную палубу. В государственной телекомпании заявили, что для модернизации советского авианосца силами промышленности Китая было произведено более 1-2 тысячи технологических элементов. Тем не менее, отмечается, что Ляонинг существенно ограничен в возможности модернизации, в том числе из-за врожденных дефектов, значительно уступает американским авианосцам и потому требует замены. Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 Кречет, созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. Киев и Минск проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. Новороссийск распилен на металлолом в Южной Корее, Ульяновск разобран еще на стапеле, адмирал Горшков продан Инди, где модернизируется в Викромадите будущий флагман ВМС страны. Варяг продан Китаю, где после переоборудования получил название Ляонинг. У России остался только адмирал Кузнецов. В марте 2018 года единственный российский авианосец признан худшим в мировой истории. Реакции российских военных и экспертов на такую оценку корабля разошлись. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента Дня. Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.